дамы и господа всем привет меня зовут андрей вы на канале industrial tool и сегодня я хочу поговорить про кожухи с которыми поставляются различные насадки а также триммеры makita у нас сейчас зима сезон покоса окончен но как говорится готовится нужно к лету зимой потому что сейчас скорее всего будут скидки на различные триммеры и чтобы предостеречь от покупки не того продукта я сейчас вас хочу посвятить немного в эту тему чтобы вы говорится не попали в просак короче все дело в том что у makita очень много различных кожухов и иногда можно приобрести какой-нибудь продукт и потом столкнуться с небольшой проблемкой давайте я об этом сейчас поподробнее короче кто смотрит мой канал тот знает что у меня с давних времен есть вот такой триммер дюр 365 аккумуляторный триммер с двумя аккумуляторами 18 вольт триммер этот по мощности 500 ваттный не усыпется многие скажут ай-яй-яй свинота не помыл летом триммер как так но ребят скажу вам сразу вас комментаторов не поймешь одни кричат да у этих блогеров все чистое только на полочке инструмент держит они им не работают надо чтобы вот когда все в говне тогда я блогеру верю вот пожалуйста у меня есть и все в говне и есть чистенькая короче какая ситуация данный триммер поставлялся вот с таким вот кожухом кожух предназначался для работы с диском тут прямо идут кстати на этом не нарисовано что нельзя там работать катушкой и триммер поставлялся вот точно таким диском с таким и за моей спиной это из комплекта нового триммера этот четырех лопастной диск вот сюда вставлялся и этот кожух но естественно хотелось косить и леской я докупал на него катушку как вы помните из моих старых роликов вот такую катушку я итальянскую купил но она была из макиды сейчас такой по моему и не достать и столкнулся с проблемой на этом кожухе нет вот такого ножа который бы обрезал леску и я косил как бы как сказать ровно пассатижами откусывал кусочки расстояние отмерял чтобы не было вибрации а это очень важно никогда не работаете триммером если чувствуете вибрацию потому что это разобьет редуктор разобьет подшипники в редукторе поэтому расстояние у двух лесок должно быть идеально одинаково для этого и придуман этот на кожухах нож но когда леска выдвигалась если мы посмотрим вот я вам покажу видите с этой стороны он обрезан то есть леска задевает за кожух и начинает его разбивать я полез в то время в интернет решил купить кожух с ножом нашел для макиты были вот такой кожух здесь сразу на нем указано что этим кожухом можно работать только с леской и нельзя работать с диском почему им нельзя работать с диском я покажу вам вот примере здесь уже диск надет видите расстояние диска и это диском мы обычно косим касаясь земли вот этой части а здесь еще кожух и нож и при кашении ты постоянно об землю цепляясь и самим кожухом это мешает поэтому так косить неудобно вторая проблема которая была с этим кожухом когда ты хотел покосить снова вместо катушки диском нужно было переставлять кожух чтобы переставить кожух нужно откручивать три винта здесь вот 1 2 и 3 нужно менять скобу потому что данная скоба сюда не подходит во первых я не знаю для чего они сделали здесь болты толще чем эти и под другой шестигранник то есть к этому кожуху в комплекте был еще шестигранник который нужно было носить то есть на этом примере стоял шестигранник комплекте и еще второй шестигранник это так напрягало просто просто бесило и когда я его купил буквально через небольшое время я увидел что продается оказывается появились новые универсальные кожухи дело в том что этот кожух вроде как с ножом и должен предназначаться для козьбы кошения с леской но возьмем 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 отвёрточку на кожухе есть вот здесь две скобы как раз легко и он просто здесь стёгивается отстегнули и не снимая его стримера можно вставить диск косим диском сняли диск поставили катушку элементарно прицепили вот так 1 2 и можно косить с леской причем все запчасти можно приобрести как в комплекте но сейчас раньше на схемах рисовали на некоторых может сейчас найти можно такие схемы именно в сборе это все сейчас я посмотрел на три меры все сборе почему-то не нарисовано не указано артикула но также можно отдельно купить вот эту часть отдельно можно купить нож отдельно можно купить винт на этот нож также отдельно можно купить вот эту запчасть и отдельно можно купить вот сюда этому кожуху скобу те же винты какой еще момент с насадками тоже поставляется смотря какую насадку вы выберете может насадка поставляться вот с таким кожухом в данный момент у меня в руках ем 406 насадка и она поставляется вот с таким кожухом он под дисками под леску он сложил но он видите какой узенький он просто как половина этого и когда ты косишь им с леской ты просто весь в этом весь в листве у тебя вся одежда ты по уши и лицо все там в маске на работать в очках просто летит все в тебя он не защищает абсолютно никак я вообще он он нужен чисто обрезать леску и все никакой функции защиты он не выполняет это он скорее всего нужен для того чтобы можно было косить и в различных труднодоступных местах и потом по над деревьями возле деревьев кустарниках и прочее он маневренный короче поэтому если вы хотите просто площади обычные поля косить то лучше конечно устанавливать вот такой диск кожух и теперь я хочу попробовать да этот кожух я отдельно не покупал я недавно кто следит за моим телеграм-каналом кстати подписывайтесь на мой телеграм-канал там совершенно другая информация там мы по скидочкам можете инструмент покупать так я тоже давал ссылку на этот триммер сейчас давайте его достану и покажу вам это 40 вольтовый триммер и джеки получается он тоже 500 ватный но здесь добавлены режимы другие автоматический режим и к нему уже в комплекте шел нормальный кожух и здесь если смотреть схему чуть-чуть улучшен корпус корпуса похоже но данный корпус он прорезиненный типа от воды защита и прошу обратить внимание я не знаю как вам показать вот здесь на ручке нарисовано на третьей скорости максимальной косить можно с дисками а с леской с леской косить нужно на второй скорости почему это указано дело в том что на третьей скорости слишком большие обороты во первых сам двигатель будет нагреваться сильно плюс я пробовал косить на третьей скорости вот вы сами попробуйте у кого есть такие триммеры на третьей скорости подольше покосите и потом откройте катушку у вас леска внутри она аж слипается друг другу она там то ли нагревается так сильно от скорости от трения что появляется сама леска с друг другом поэтому рекомендация такая что с леской косить только на второй скорости это касается и даже 365 триммера теперь давайте проверим есть еще один момент если мы посмотрим так как и этот самый комби мотор у нас мощнее это киловаттник и для киловаттника естественно кожуха делаются намного расстояние делается дальше вот если от центра взять здесь 21 с половиной где-то 21 с половиной сантиметр от центра ну либо давайте я сейчас поставлю попробую сюда катушку как и должно быть да и утка этой насадки вот эта часть не шла это от моего триммера 365 но у этой насадки была гайка другая плюс у этой насадки еще другая вот эта шайба если моем триммере старом шайба внутренне вот это не была защищена я отдельно мне досталось давайте сейчас покажу вот видите гайки здесь разные это гайка с пластиковым вот здесь в конце как-то стопор пластиковый как правильно называть шайба идет ведь видите прокручивается шайба здесь цельные и потом здесь была дополнительная вот такая шайба это нужно для крепления именно от самого диска в этом примере такой шайбы в этой насадки нет потому что она не для дисков и 365 3 мире была просто такая шайба и не было никакой защиты бывало часто трава туда внутрь наматывалась и случайно мне я когда вот эту катушку покупал она просто была вот эта шайба в комплекте либо с ним либо я уже честно не помню либо с катушкой либо с этим кожухом на сегодняшний день такой проблемы уже нет они стали делать вот это видите совместимое но момент такой они тоже разные то есть это уже не надевается а здесь внутри разные отверстия а вот это сюда тоже не подходит а давайте посмотрим на ур 002 что у нас идет самому интересно здесь гайка как в 365 вот такая с шайбочкой эта шайба она везде одинаковая универсальная как и на 365 у меня кстати уже все и кирдык надо менять и заказывать новую далее вот эта шайба тоже одинаковая стандартная а вот эта часть уже новенькая и у здесь скорее всего она будет должна подходить сюда да это шайба как на 365 триммере то есть она подходит а у насадки почему-то сделали другую артикулы этих двух штук я вам покажу видите а я теперь понял почему она другая дело в том что такие шайбы идут для триммеров у которых двигатель внизу а внизу обычный редуктор этого 369 модель все теперь мне стало ясно вот я установил катушку и смотрим давайте возьмем линейку расстояние от катушки до самого ножа от начала откуда леска выходит ну почти 17 сантиметров 16 и 7 видно вам нет 16 7 а если мы поставим кожух открутили и как будто мы купили данный комплект без без скобы и пробуем подойдет сюда не подходит потому что расстояние другое давайте открутим скобу открутили и нам нужно получается счет докупить кабу которая установлена на 365 модели ур 002 пробуем сюда и и она сюда тоже не подходит ну точнее я у себя уже ее делал и можно подогнуть вот я вам сейчас покажу как это сделано у меня на 35 сейчас сниму вот видите у меня та же самая скоба но здесь она просто загнута я ее загнул если этого мало можно подогнуть еще вот видите она стала ровно и ставим кстати вот эти пластиковые шайбочки тоже подаются отдельно и ставим сюда нормальный кожух все кожух установили но прикол в том что он сюда не подай подходит так как нож до него не касается поэтому 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 почему он сюда не подходит потому что его нужно подвинуть чуть чуть ниже получается если мы открутим и открутим еще вот этот винт который крепит редуктор самой трубе ослабим получается подвинем его еще ниже но не ребят ничего у нас не выйдет получается ерунда куда не заходит там еще сильнее надо выгибать получается у нас вот эта часть мешается я думал подвинуть поняли типа и чтобы вот весь его закрепить и тогда ты тогда не получается надо ниже короче вывод тут только один нужно покупать именно ту насадку которая сразу идет с большим кожухом там будет я так понимаю сам другой корпус редуктора но какие варианты у нас еще есть у меня есть вот такой кожух давайте попробуем его у которого под другой под другую даже насадку сами винты и здесь уже скоба идет вот две аж не знаю подойдет она не подойдет здесь тоже она не подходит ее надо выгибать выгибать если мы установим тоже расстояние не подходит вот давайте вернем на место вот этот кожух смотрим да видите здесь прямо посередине ножа все сходится да если мы на этот же даже если например просверлим здесь отверстие чтобы винты сместить то расстояние между катушкой и ножом будет уже не 17 сантиметров 9 тут 8 и 8 короче 9 вместо 17 9 сантиметров вы будете косить все время коротенькой лесочкой так что ребят давайте я сейчас чуть-чуть приберу и вернемся короче ребят я изучил немного эту тему посерфил так сказать интернет и понял это тоже самое как вот с этими шайбами короче для устройств у которых двигатель внизу идут свои кожуха там без ножа с ножом и универсальные три варианта а для триммеров которые идут с двигателем вверху не важно триммер это либо отдельная насадка где у вас редуктор внизу там идут кожуха кожуха есть точно такой же универсальный но он ну короче он другой то есть есть вот этот кожух со своей скобой и есть универсальный кожух он чуть-чуть отличается от этого но визуально он такой же просто он подогнан именно подойдет под эту же самую скобу но артикул у него друг у него другой отдельно артикул и нижней части и верхней части то есть по конструкции визуально он такой же но но другой именно для этих триммеров вот принципе и все установил универсальный кожух от 002 на 365 триммер и вот что мы видим он подходит по расстоянию давайте кстати катушку сейчас другую оригинальную поставлю вот поставил катушку оригинальную ну она и та оригинальная была но это именно который комплектуется и смотрим ну непонятно как то будет он цеплять или не будет прямо впритык хотя нет ну короче в принципе цепляться он должен давайте сейчас этот же кожух поставлю на 002 где он и должен быть да забыл сказать расстояние было 12 сантиметров от начала лески до ножа то есть на этом было 17 здесь 12 установил на оригинальный что шло в комплекте триммер ур 002 катушка и смотрим ну она не посередине в принципе почти так же как и на 365 но расстояние уже не 12 а 12 с половиной почти но тут еще такой момент что сейчас если например мы чуть ослабим винты то мы можем увидеть что видите вот я максимально подвинул ну все равно 12 половиной еще отодвинуть чуть больше ну короче есть вот такие небольшие нюансы ки ну что же давайте подведем итоги такие кожухи куда подойдут вот первый кожух который был у меня на 365 триммере он получается без ножа это для работы с дисками подойдет он для триммеров у которых двигатель внизу но конкретно по схеме он больше подходит он должен подходить это 365 триммер 368 триммер 368 триммер артикул его есть два артикула старый и новый старый 455 815-4 новый артикул 413 886-7 следующий кожух кожух для работы с леской с катушками с ножом для тех же самых триммеров которые идут с нижним двигателем артикул такого кожуха 455 926-5 по схемам такие кожухи стоят на 365 и 368 триммер на триммерах с нижним двигателем XGT которые 40 вольтовые они уже не используются туда используется универсальный вот такой кожух который отстегивается и застегивается и именно почему-то для этого кожуха сборной сборной как это сказать ну одного артикула чтобы это поставлять в сборе я не нашел поэтому здесь прямо на нем написано 413 336-2 и используются такие универсальные на 002 и 003 триммере а нижняя часть на ней тут написано 413 337-0 но по этому артикулу вы ничего не найдете поэтому артикул у данной детали будет 141 А 09-0 и если честно я не знаю в сборе или это идет с ножом и этим винтом или нет но вот с этими она точно будет штуками с железными и на всякий случай если вдруг к вам придет она без ножа поэтому записывайте артикул ножа будет 347-115-5 а винт который его прикручивает саморез 5 на 16 266 388-0 вот а вот этот уже кожух для работы с леской идет для триммеров которые с верхним двигателем и внизу у которых редуктор артикул его 457 273-0 но конкретно в триммерах он не используется он по схему я не знаю подойдет ли он именно к триммерам которые прям триммеры по схемам короче указано что он стоит в насадках EM405MP и EM406MP а для насадок на которых стоит подобный универсальный кожух только другой здоровый там смотрите к нему можно докупить этот кожух получается защитное устройство будет верхнее 457 271-4 нижняя часть будет называться 144 316-4 потом там нож не просто так прикручен там есть удлинитель ножа называется удлинитель резца сначала прикручивается артикул 457 794-2 потом сам резец 30 47 115-5 и винт 5 на 30 уже 266 553-1 но также такой кожух есть у этого кожуха артикул общий и артикул у него 191 B54-1 я даже когда-то его заказывал и снял видео он реально больше чем этот прямо берешь там чувствуется что такая здоровенная штуковина ну вот нормальный положит эту артикул 430 будет расстояние где реально кисточная резки снимается нож легким движением ну и прикручивается на любое удар немножко крутые и комплекта нету кабель и винтиков что-то отдельно висит старый нету а это все от этого ебальник чистый кто хотел себе нормальную защиту на макитовских вот есть у макиты такая защита здесь отстегивается нож можно снять и косить с диском если косим с леской ставим нижнюю планку ножом и работаем вот здесь все указано размер трубы 24 диаметр миллиметра вот так работаем с дисками а вот так подсоединяем нижнюю часть и работаем с катушкой артикул данный 191 B54 1 и вот размер лески будет 430 миллиметров подсоединяем 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 и у меня эксклюзивные интересные видосы в которых вы такой информации про макиту никто не дает обязательно поставьте колокольчик подсоединяем подсоединяем и подсоединяем подсоединяем середине и подписывайтесь на мой телеграм-канал всем пока